Марш-бросок с шилом наперевес. Утро понедельника оказалось испорченным для десятков автовладельцев, чьи машины были припаркованы во дворах домов на Московском шоссе в границах улицы Нового вокзальной и проспекта Кирова. Наш корреспондент Анна Архипова пыталась разобраться, что это, хулиганская выходка или попытка заставить платить за стоянку. Судя по метеоусловиям, до дня жестянщика еще очень далеко, и менять летние покрышки на зимние тоже рано. Однако сегодня, с самого раннего утра, у шиномонтажей в седьмом и в седьмом А микрорайонах выстроились очереди. Объясняет ажиотаж массовый прокол колес машин во дворах. Первые потерпевшие не обратили внимания, что у соседних авто тоже спущены шины и принялись решать проблему собственными силами. Но добраться до пунктов назначения, минуя шиномонтаж, у них не получилось. Я подкачал и поехал дальше. Я думал, спустили вот это все. И до робота не доехал. Я смотрю, опять то же самое. Заехавши на монтажку, сделали передние колеса, нашли три проколота, а сзади два. Но мне ущерб сейчас составило 1330 рублей оплатил сейчас. По подсчетам местных жителей, хулиганы прокололи колеса 64 машинам. Под удар попали как иномарки, так и отечественные легковушки. Возместить ущерб некому. К примеру, машина Александра застрахована лишь по обязательному полюсу. Однако те, кому не жаль было времени, дождались приезда полицейских. По предварительным данным, большинство машин были припаркованы с нарушением правил. На два часа дня в органы внутренних дел поступило 9 заявлений от граждан. В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, выясняют все подробности случившегося. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Извлекут ли владельцы автоурок из этого происшествия? Вопрос открытый. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Анна Архипова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.